В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! У нас в гостях сегодня Александр Ширяев, руководитель сравнительно нового проекта благотворительного «Подари знания». Здравствуйте, Александр! Расскажите, пожалуйста, что это за проект? Здравствуйте! В Рязанской области очень много интернатов, детских домов и учреждений, в которых находятся дети в трудной ситуации, мы считаем. Но в свое время мы давно уже начали тоже заниматься благотворительностью, ездить по этим учреждениям, как постараться им помогать. Ну и вот на примере одного из учреждений мы им занимались достаточно давно, мы взяли его под свое шефство, можно сказать так, и очень следили, отслеживали подходящую с ним ситуацию. То есть мы ездили несколько раз в год к ним. Кому? Да, это Лесноконобейский коррекционный интернат, он находится под Шацком, это очень далеко, никто его там заниматься не хотел, в отличие от ближайших таких учреждений. Мы поэтому и взяли его, потому что он был, ну, нам показалось заброшенным, ну, в удалении. Поехать три часа, естественно, сложно всем добираться, и у нас тоже не сразу все получалось. Но, тем не менее, мы там ездили, чем могли, помогали. Привлекали различные организации, у нас там были ряд организаций, которые к ним ездят, волонтеров и так далее, сами собирали. Собирали подарки, да, и наблюдали, что же происходит с ребятами. Нам на самом деле было важно, чтобы у ребят что-то поменялось в жизни. Наблюдая ситуацию, мы почему-то для себя поняли, что не видим улучшения. То есть суть, чтобы ребята, мы считаем это, наверное, правильно, чтобы ребята после этих учреждений могли быть востребованными. Ведь это самое главное, быть в жизни нужным, найти свое призвание, быть нужным в обществе. Мы живем в обществе, и без этого никуда. И эти вот ребята, ну и многие сейчас интернаты, у которых образование стоит не на таком высоком уровне, может быть, в силу трудностей у ребят, в силу трудностей у семей, мы заметили, что им очень сложно потом устроиться где-то. И сейчас, когда ввели вот эти ОГЭ, ЕГЭ, им вообще невозможно. Они их раньше брали в техникум, сейчас даже в техникум не берут. После техникум хоть куда-то не могли перестроиться. Сейчас, по сути, они там повезло, если они оформили себе инвалидность, и за счет этого живут. А так это, да, действительно, какой-то криминал, либо там дворники, какая-то низкосортная работа для ребят, ну, по сути. Государство на них очень много вложило. Если это хучило, для чего? Чтобы просто они были выброшены. У нас возникла идея, что самое главное, что им не хватает именно вот в этом интернате, вообще в удаленных интернатах. У них нет только возможности, как у городских ребят. Сейчас такое, 21 век на дворе. Есть такие возможности. Вот мы активно дружим, сотрудничаем, проводим часть лагерей с Рязанской робошколой. Мы там сотрудничаем с клубом «Перестрелка» по лучшим боям. Есть танцевальные коллективы в Рязани, это великолепный, где увлеченные люди танцуют, заражают своим этим. Есть там клубы английского языка, всякие развивающие клубы, где действительно есть педагоги, которые заражают, которые пробуждают в детях знания, пробуждают тягу к знаниям. Дети начинают учиться, любые. Есть и сложные дети, сложные семей. Есть и дети одаренные, есть простые совершенно. Они начинают заниматься и где-то находят себя. У них есть такая возможность. А вот проанализировав ситуацию с этим интернатом, с другими, посмотрели, у ребят нет возможности. И вы пришли к такому выводу, что у ребят нет хобби. Нет хобби, нет какого-то увлечения, которое помогло потом перерасти во что-то, где они получили те знания, которые были востребованы в обществе. Вот конкретно, как проект работает? Допустим, робошкола? Для начала, да, у нас есть несколько партнеров, которые готовы этим заниматься. Конечно, многие согласны съездить разово в интернат, помочь. Но ездить системно на протяжении нескольких месяцев, это сложно. Поэтому, да, должно оплачиваться работа педагогов, должно оплачиваться проезд, бензин и так далее. Мы находим на это деньги. То есть, по сути, первый этап – это какой-то наш партнер. В частности, сейчас это робошкола, уже четвертый месяц, она ездит в Лесноконобильский коллекционный интернат и проводит там занятия по робототехнике. Вот что вы планируете увидеть на выходе? Да, мы планируем, что ребята, которые заинтересуются, может быть, не все, может быть, будет там 10-15 человек всего, которые будут год, два, три заниматься этим, и в конце, когда у них будет возможность работать, это будут инженеры, может быть, пока первого уровня, будут инженеры, которые могут программировать в интернете. Они могут делать какие-то сайты, программы, которые сейчас это очень все интересно. Они могут этим увлечься и заниматься дальше. Можно рассмотреть потом покупки индивидуальных каких-то вещей под людей. Это тоже все с измеримые деньги, с подарками, которые мы дарим просто бездумно. Мячик футбольный или там, игрушка-машинка, которая стоит там 5-7 тысяч иногда, да, которая просто на один час игры. Да, это все деньги с измеримые, там не надо больших вложений, просто надо сделать грамотно, в нужное время, нужным людям, и тогда ребенок после окончания интерната может себе предложить, а вот могу в интернете там посты делать, которые сейчас могут зарабатывать. Просто сделать какую-то группу ВКонтакте, или, например, сайт, или каким-то заняться чем-то разработкой в какой-то команде. Быть востребованным, это самое главное. Вот этот проект мы же хотим, чтобы дети могли себя нанести. Не факт, что все, которые сейчас ходят, там 30 человек в школу, они все пойдут. Может, кому-то скажут нет, а кто-то зайдет там, а кто-то занесуется танцами. И потом предложить себя в коллектив какой-то, участвовать в каком-то проекте уже на телевидении, показав себя. Но у него будут умения, да, но, конечно, не за месяц, не за два, за три года. Они находятся там 9 лет в этом интернате. Пожалуйста, можно там все 9 лет чем-то заниматься, увлечься. Это будет большой прогресс для людей. Но для этого нужно им дать такую возможность. Вот поэтому мы призываем... Вот перед интервью мне очень интересный факт сказали, да, то есть сумма тех подарков, которые вы собираете, она соизмерима с теми же деньгами, которые нужно направить на развитие. Мы стараемся не работать именно с деньгами сами, мы не фонд, мы не собираем деньги, не сторонники делать. Мы хотим, чтобы люди напрямую делали. Поэтому люди часто приносят просто подарки, а мы их передаем ребятам. Мы не закупаем деньги, но мы один раз прикидывали стоимость, да, действительно, вот эта стоимость подарков, которые мы отвозим ежегодно, несколько раз в год в интернаты, это намного больше, чем стоимость этого проекта. То есть если люди захотят, не надо дополнительных каких-то денег, просто, может быть, перенаправить свою положительную энергию вот в это русло. Да, может быть, кто-то захочет определенный интернат, тогда мы должны сделать определенную, определенного партнера, на что пригласить. Да, и потом последить, что же получается на выходе. Ведь иногда даже если два-три ребенка себя найдут, это будет большой успех. Да, есть ряд занятий, два раза в неделю они приезжают, сейчас ребята у нас в таком восторге. Они рвутся на занятия, те лодыри, бездельники, которых они называли, которые не хотели идти на уроки, они туда рвутся. Нам педагоги по секрету сказали, местные, что они теперь наказывают, что если плохо себя ведешь, ты не пойдешь на робошколу, там, которые приедут. Да, вот они проводят занятия, но это тоже мало, 3-4 месяца это в самом мало, да, они должны заниматься несколько лет. Несколько лет оплачивать поездки из Рязани, на то, 3 часа только ехать, это дорого. Поэтому мы договорились, что интернат выделяет одного специалиста, который сидит во время занятий с ребятами и тоже наблюдает. Наблюдает, как все это происходит. И, по сути, он берет потом из себя роль администратора. То есть обучается. Да, он обучается. И та же самая робошкола, там много направлений, можно за компьютером, можно в инженерную отрасль, да что-то им понравится больше. И приезжать несколько раз в год, может та же самая робошкола, они очень хорошо откликаются. Да, понятно, они могут видеть постоянно. Но проект сделан так, чтобы любой партнер, который к нам присоединяется, они участвуют на каком-то этапе. А дальше все продолжается уже с силами своего интерната. И все готовы, все заинтересованы. Мы встречались с директором интерната, он увидит интерес ребят. Он хочет, чтобы он продолжался и готов все-таки сотрудничать, все-таки сотрудничать. Потому что, конечно, если есть хорошая секция, хорошая, ее нельзя сделать в каждом районе Визанской области. В каждом городке ее нельзя сделать. Но вот этот проект позволит как раз этот опыт положительный размножить на эти учреждения. Планируете вы, может быть, уже на другие интернаты, для акцентских домов выходить? Или пока нет такой возможности? Ну, пока такой возможности нет. Мы как раз и сейчас ищем партнеров. Мы доводим этот проект, первый наш опыт. Мы видим очень хорошие успехи. Понятно, что будем через несколько лет уже следить, что же за это получится. Но мы хотим для этого сделать все возможное. Я думаю, что будет успех. Проект очень заинтересовывается. Люди, которые видят, что действительно это может помочь. В отличие от подарков, которые... Да, это неплохо. Подарки ребятам мы сами дарим всегда. И в этом году будем тоже дарить. Мы не можем отказать. Они же привыкли, ребята, к каким-то подаркам. Но, тем не менее, понимаем, что вот это намного важнее. Спасибо вам большое за беседу. Мы желаем вам успеха в вашей нелегкой и очень важной работе. Телезрители напомню, что в гостях у нас сегодня был руководитель проекта благотворительного «Подари знания» Александр Ширяев. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова